Всем привет! Всем огромный привет из Канады! Сегодня болталка. И болталка на всех интересующую тему. Это тема отношений, семьи, любви, нелюбви. В общем, измен, страшные, страшные тайны буду открывать вам сегодня. История не моя, история моей подруги. Скажу сразу, что мои знакомые, мои друзья, мой канал не смотрят. Они даже не знают о его существовании. Поэтому вероятность того, что кто-то узнает этого человека или кто-то по имену о таком я говорю, вообще наливает. Потому что никто не смотрит. Во-первых, во-вторых, я не называю имен. А ситуация похожая может быть очень у многих. Поэтому тайну эту знаю только я. Поэтому вероятность того, что кто-то узнает эту женщину, в общем-то, абсолютно налива. Итак, история моей подруги. Она приехала в Канаду, когда ей было 35 лет. Это было довольно давно. Она моя ровесница. Ей сейчас тоже 54 года. Это было... Не буду говорить, в каком году. В общем, это было давно. Она приехала с семьёй. Муж, ребёнок. В общем, всё как положено. И она довольно быстро устроилась на работу. А муж... Вот нет. Вот никак он не мог найти работу. Он кончал одни курсы, другие курсы. И всё было мимо. И, в общем-то, он искал, искал, искал. И знаете, как часто бывает здесь, что если человек не находит работу в специальности, то он устраивается работать на какую-то работу, любую работу, для того только лишь, чтобы заработать деньги, чтобы помочь своей семье, чтобы обеспечить своих детей. И при этом он продолжает искать работу по своей специальности. И, в общем-то, это можно совмещать вполне. Ну, нет. Многие так делают. И поэтому это, как бы, ну, естественно, нормально. Не все сразу находят работу. Не все сразу устраиваются. Но вот её муж, он как бы решил, что он работать на какой-то работе в неё по специальности он не хочет. А, как правило, это какие-то работы, знаете, не очень лёгкие. Это какая-то, так скажем, вот, работа, которая не очень уважаемая, которая не очень хорошо оплачивается. И, ну, тем не менее, они какой-то, какой-то всё-таки приносят доход. И многие это делают. А вот он решил, что нет, что он будет ждать своего счастливого шанса. Он найдёт эту работу, свою по специальности, которой он хотел работать. И пока что он будет вот сидеть дома, учиться на каких-то курсах, просто искать работу. И при этом, то есть, тянуло всё, всё не равна. При этом у него остались привычки, так сказать, прошлой жизни, в которой он любил отдыхать раз в год хотя бы в Европе, а раз в год на Карибах. И он, так сказать, не собирался не делать никаких поблашек своего образа жизни. И продолжал, в общем-то, делать то, что он привык, покупать себе какие-то вещи, которые он привык. Машина должна была быть дорогая. В общем, он был такой весь из себя. Но на всё это зарабатывала она. И работала она довольно тяжело. Ну, не физически, конечно, но, в принципе, много часов. Довольно такая интенсивная работа напряжённая. И, в общем-то, так вот они жили и жили. Сказать, что она была не очень довольна, скажем так, его поведением, это ничего не сказать. Ей, конечно, это всё не нравилось. Она со мной делилась и рассказывала мне. А мы ещё жили не в Канаде, мы жили в той стране, где мы жили. И она мне слава долгие ималы и большие-большие сообщения о том, что вот как бы всё это ей надоело и сколько она может так-то это терпеть этого мужа. Ну, что я могла ей сказать? Бросая его, в общем-то, ну, а что? Ну, брось-то она его, но она останется одна. А фактически, по факту, она была всё-таки с мужем, у которого была перспектива найти работу и помогать ей материально. Но недовольство этой ситуации своим мужем, конечно, у неё росло. И, естественно, это не помогает взаимоотношениям в семье. Мягко говоря, не помогает, а, грубо говоря, очень мешает и вообще, так сказать, сильно подрывает. Отношения между мужем и женой. Кстати, эта ситуация наблюдается очень часто в эмиграции, когда один из членов семьи находит работу, второй нет. И финансовые проблемы, конечно, и вот это вот непонимание, почему он сидит дома, почему он не работает, почему он не может нам помочь. И всё это выливается в довольно частые разводы. Эмиграция очень часто заканчивается у людей разводом. Я наблюдала это очень часто во всех эмиграциях. Тогда, когда мы приехали в Израиль, наш первая эмиграция, и там тоже эти случаи были. И когда мы приехали в Канаду, я тоже видела эти случаи. Я вам ещё хочу сказать, что, как правило, работу легче находит жена и устраивается, и хорошо зарабатывает. А муж, который был там, в старой стране обитания, был кем-то, был начальником, был большим человеком и так далее, как правило, не может сразу себя найти в новой стране. Часто мужчины почему-то не могут овладеть быстро языком новой страны, а женщины очень часто, как правило, начинают разговаривать намного лучше на языке новой страны, куда они приезжают, естественно, быстрее находят работу, быстрее находят круг общения, друзей, как-то вливаются в местную жизнь, а муж остаётся как-то немножко сзади, где-то за бортом, и как-то чуть-чуть не в тему, и, в общем, ну, это очень частая ситуация. Я это всё вам рассказываю для того, чтобы объяснить, как бы, какая ситуация сложилась в семье моей подруги, и почему вот произошло то, что произошло. Ну, короче, вернёмся теперь к главному, значит, в один прекрасный или непрекрасный день, я не знаю, она по работе отправляется в какую-то фирму, в какую-то компанию, и встречает там своего принца, менеджера этой компании, один из менеджеров этой компании, мужчина, который явно проявляет к ней определённый интерес. Ей-то, конечно, льстит, он несколько старше её, но ненамного. Она была тогда довольно молодая, ей было лет 35, наверное, что-то такое, не помню точно, а ему было уже за 40, но, тем не менее, вот, интересный мужчина, местный канадец, вернее, он не канадец, он выходец из Германии, он приехал в Канаду больше 30 лет назад, и, в общем-то, довольно хорошо продлился, устроился в Канаде, ну, он как бы практически канадец. Но я хочу сказать, что то, что он выходец из Германии, из Европы, не канадец, это объясняет то, что он, как бы, проявив свой интерес к ней, стал ей это показывать, потому что здесь, в принципе, на работе абсолютно не принято мужчине показывать свой интерес к женщине и наоборот, потому что здесь очень-очень вот эта вот сильная политика приставания, вот этого харазмента на работе. Не дай бог, если вы, кто-то из мужчин начинает очень сильно показывать свой интерес к женщине, она может на него пожаловаться, он может очень сильно воплотиться своей карьерой, своей работой, и, в общем-то, поэтому они как бы стараются изо всех сил, даже если женщина нравится, никто не будет к вам показывать вам какой-то свой интерес, приставать и так далее, потому что это, в общем-то, чревато. А поскольку этот мужчина не был коренной канадец, а был выходцем из Европы, у них немножко другая ментальность, и они ведут себя немножко по-другому, поэтому вот это все произошло. И он стал показывать ей свой интерес, она, ей это, конечно, очень польстило, мужчина интересный, мужчина при должности, мужчина при деньгах, он был в разводе на тот момент, причем очень давно уже был в разводе, у него тоже был ребенок в первом браке, но он вот такой вот был свободным, холостым таким плейбоем мальчик, жил себе припевающе, делал все, что он хотел, опять же, финансы позволяли, и тут вот она попалась ему на глаза, она дамочка очень была симпатичная, до сих пор очень симпатичная девушка, и у них возникли завязались отношения. Можно человека осуждать, можно не осуждать, она была замужем на тот момент, но вы знаете, как я уже описала ситуацию, у нее в семье, и она устала от этого вечно молчего мужа, который не может найти работу, это длился ей годы, я хочу сказать, что на тот момент они уже в Канаде жили три года, и вот она работала и тянула три года на себе всю семью, а он сидел дома и имел, что он не может найти работу, кончал одни курсы, другие пятые, десятые, и все без толку, и на какую-то другую работу не очень квалифицированную, но он идти был не согласен, и естественно, ей это очень все это надоело, и я могу ее понять, потому что, ну, это такая ситуация, знаете, в общем-то, по-моему, любая женщина, ну, не любая, может быть, не любая, но многие женщины, наверное, бы в отчаянии или вот от такой неудовлетворенности своей семьей и жизнью, они бы, наверное, сделали то, что сделала она, это, в общем-то, понятно, и давайте не будем ханжами, не будем осуждать человека, с каждым может случиться, что называется, тем более, что она на тот момент с мужем прожила уже там порядка, ну, может, лет десяти, наверное, пятнадцати, двенадцати, что-то такое, то есть уже отношения как-то ослабли, и вот это вот все вместе, короче говоря, у них завязался роман у нее с этим мужчиной, причем, если сначала интерес проявлял больше он, а она как-то так, я не знаю, да что такое, да может, не надо, да как, я рассказываю все, потому что она со мной делилась, и она мне все это рассказывала, и я как бы в курсе вот ее мыслей, чувств, как-то все происходило, не то, чтобы она сразу там прыгнула к нему в постель, он довольно напористо напирал, а она, в общем-то, как-то сомневалась, думала, все-таки дама замужняя и все такое, но тем не менее вот победила дружба, победила не разума, а скорее чувства, и она пошла на эти отношения, и как только она как бы вошла, скажем, в эти отношения и согласилась на эти отношения, как часто бывает, мужчина как-то стал к ней терять интерес, что, в общем-то, характеризует его с определенной стороны, ну, опять же, жизнь, и она, а она наоборот, у нее возникли пламенные чувства к нему, и она просто вот, ну, просто, девчонка влюбилась, влюбилась до беспамятства, как бы на фоне вот такой семейной ситуации у нее дома, и вот тут вот такой вот мужик, который показал ей небо в алмазах. Длился их роман, наверное, год-два, при том, что он так постепенно охладевал, охладевал и охладевал, отходил от этого, она все больше, наоборот, вот и погружалась, и, в общем-то, готова была уйти от мужа, готова была, в общем-то, развестись и начать новую семью, новые отношения, согласна была родить ему ребенка, в общем, все-все-все, но он как бы абсолютно этого не хотел, он не готов был к этому, а она, видимо, стала ему показывать, что она вот тяготится вот этой вот ситуацией, что она как бы замужем, а в принципе он свободный мужчина, и в принципе он может вступить в его брак, а она как бы не может, но она была готова развестись со своим мужем, плюс еще вы понимаете, что, в общем-то, как бы она не могла открыто с ним встречаться, а ей очень хотелось куда-то с ним ездить, ходить, у него были деньги, он мог водить ее по ресторанам, что он и делал, но все это надо было как-то прятаться, она хотела куда-то с ним поехать, в общем-то, ну, в общем, такая ситуация, наверное, очень часто встречающаяся, но, в принципе, как мы все знаем, обычно такие ситуации редко кончаются чем-то хорошим, или, в общем-то, хэппи-энд, как правило, не случается. Кончилось все тем, что в один прекрасный момент она, так сказать, вызвала его на такой откровенный разговор, и сказала, что, ты знаешь, я готова уйти от мужа, я готова бросить свою семью, ну, семью, то есть с ребенком, естественно, уйти от мужа, и вот жить с тобой, и там, жениться, не жениться, но жить с тобой. И он, как бы, не был к этому готов, он такого поворота, видимо, не ждал, и чувак просто слился. Вот, то есть он еще какое-то время с ней переписывался, но она почувствовала сразу резкое, так сказать, резкое изменение в его отношении к ней, и он через какое-то время просто перестал с ней встречаться, потом перестал отвечать на ее e-mail, и тогда еще это было давно, тогда еще не было ни селфонов, вернее, селфоны были, но не было вот этого вот смс, не было в WhatsApp, или уже было, я не помню. Ну, по-моему, имолами не общались в основном, и, в общем, перестала отвечать на ее e-mail, и, в общем, по-моему, заблокировала ее отовсюду, где только можно. Это была страшная драма, страшная трагедия. Она была просто в жутком шоке, потому что она была совершенно в него влюблена, а для него она была просто, ну, очередная девушка, с которой он имел отношения, которых у него было в жизни очень много, до его женитьбы потом, после того, как он развелся с женой, может быть, во время его женитьбы, я не знаю, но это уже не суть. Ну, такой плывой мужик. Короче, в общем, она была в шоке, в ужасе, и она, опять же, это все выливалась на мою бедную голову, и я пыталась ее поддержать как могла, там, успокаивала, утешала. И в течение двух лет, вот, серьезно, в течение двух лет она просто вот отходила от этого, и у нее взяло два года выйти из этой вот влюбленности, забыть его, и, в общем, перестать о нем думать с утра до вечера, с вечера до утра. И очень тяжело их было, в общем-то, я знаю, что их было очень тяжело, но она с этим справилась, в общем-то, вернулась, так сказать, к мужу, от которого она не уходила, но вернулась в семейные отношения, муж к тому времени уже нашел работу, вроде бы все как, не вовсе какую работу, но более или менее работа, вроде бы все как устаканилось, наладилось, улеглось, и вот жизнь пошла в нормальную колею и продолжалась в нормальной колее, дочка ее подросла на тот момент к тому времени, потому что прошло, по-моему, лет 10, и вдруг он объявляется снова. Причем она мне сообщила, а мы уже к этому времени переехали в Канаду, и она мне, значит, по-моему, позвонила и просто в истерике, в истерике написала, позвонила и в истерике сообщила, ты знаешь, что произошло, ты знаешь, что случилось, ты знаешь, что случилось, я подумала, боже мой, что случилось, и оказывается случилось то, что он объявился, он написал мне e-mail, потому что, собственно, или уже на телефон написал, я не знаю, но он знал, где она работает, потому что они начали общаться по работе, это, собственно говоря, когда они начали общаться, и он знал, где она работает, и он знал и рабочий e-mail, и знал ее, по-моему, узнал через работу ее телефон, селфон или что-то такое, я уже не помню детали, если честно, но, в общем, он объявился через 10 лет. Ей было на тот момент уже 45, нет, наверное, больше, чем через 10 лет, ей было уже под 50, ей было в районе 50, то есть прошло не 10, это, наверное, хороших 12-15 лет, и объявился, как бы сначала так прощупывая почву, он мне написал, что я бы хотела с тобой обсудить какие-то рабочие моменты, у меня есть клиент, которому нужно там что-то там, где, в общем, выяснить с той компанией, в которой ты работаешь, что-то вроде как будто бы по работе, туда-сюда, слово за слово, давай встретимся, в общем, короче говоря, они встретились, оказалось, что на тот момент он потерял эту свою работу, эту свою должность, компания, в которой он работал, обанкротилась, и, в общем-то, он попал в такую ситуацию, что он решил, что, вернее, адвокат его, так сказать, запутал, он сказал ему, что поскольку ты имел большую должность, ты можешь, как бы, судиться с ними за то, чтобы получить большую компенсацию за то, что ты не имеешь работы, на тот момент компания, по-моему, там что-то, я не помню, что точно произошло, в общем, короче, сократили его, или там у них начали сокращение, и он стал с ними судиться, редиться, и адвокат ему сказал, что ты не должен иметь никакую работу для того, чтобы получить как можно больше денег с той компанией, в которой ты работал, и которые тебя сократили, но и тоже у него там несколько лет заняли эти суды, он нигде не работал, но на тот момент, когда он уже был близок к тому, чтобы получить свои миллионы, его компания объявила о банкротстве, и они сильно закрылись, и, в общем-то, с банкротом взятки гладкие, и он остался вообще без денег, без работы, при этом прошло какое-то количество лет, там 3-4-5 лет, он как бы выпал из этого workforce, что у нас тут называется, то есть из обоймы, и найти новую работу, вот на той же позиции, на которой он работал до этого, было очень трудно, потому что, когда человек там 5 лет не работает по своей специальности, а он метил на должность начальника, то очень трудно найти работу, потому что это уже как бы он такой сбитый летчик уже, знаете, его уже не очень хотят принимать на работу, потому что он вышел уже из, ну, из, как бы он уже, знаете, все же движется вперед, все, как бы все области, во всех областях происходят какие-то технологические изменения, а тут человек 5 лет был снаружи, так бы, out of business, и поэтому понятно, что он, как бы, уже не имеет всех знаний, которые он должен иметь для такой позиции. Короче, на работу он не устроился, но на его счастье человек, он очень был рукастый, он прекрасно мог все делать руками, он занялся, вот, каким-то занялся своим бизнесом, он начал делать ремонт, он начал строить дома, вот у него открыл свою компанию, в которой работал он еще один человек, там не бог, есть какая компания, ну, как-то худо-бедно, он как-то зарабатывал на жизнь, но лоск весь с него слетел, финансовая ситуация его, конечно, очень изменилась, и он стал совершенно-совершенно другим человеком, и когда он мне позвонил, получилось так, что вот через 15-12 лет их ситуация совершенно поменялась, то есть теперь он, как бы, был, ну, как бы, на более низкой экономической, финансовой позиции вообще ситуации в жизни, а она к тому времени уже, так сказать, продвинулась в должности, стала там начальником у себя в компании, потому что когда они встретились, он был большим начальником, а она только-только приехала в Канаду, ну, как бы, только начала работать, и, в общем-то, ну, вот, он был такой, знаете, на высокой позиции, она была вроде бы, как смотрела на него снизу вверх, а потом, когда они встретились через какое-то время, через вот этот длинный промежуток времени, и получилось все наоборот, она уже стала кем-то, а он, в общем-то, как бы скатился в... не то, чтобы он там уже нуждался финансово очень сильно, но у него уже не было тех средств, тех финансов, тех ресурсов, которые у него были, когда они встретились первый раз. И я как-то сразу напряглась, вот, когда он мне все это стала рассказывать, я сказала, послушай, не ищет ли он, как бы, шугар мамин, то есть сахарную мамочку, которая поможет ему, как бы, жить финансово, потому что он с ней встретился, она рассказала, естественно, похвасталась своими успехами в жизни, и у него сразу, значит, загорелись глаза, и я ей сказала, что смотри, что-то мне это не нравится, все, потому что у меня такое ощущение, что он просто вот ищет, куда пристроить свою, извините, задницу, потому что вот жизнь как-то сложилась не так, пошла не по тому пути, по которому он хотел, и сейчас он понял, что ему нужно, может быть, с кем-то завести какие-то отношения, а желательно женщиной, которая финансово будет его поддерживать. Я ей сказала, смотри, не посади себе на шею очередного мужика, которого ты будешь кормить, потому что, на самом деле, муж ее, несмотря на то, что он работал, он зарабатывал намного меньше, чем она, и фактически, опять же, она тянула всю семью, но он как бы что-то там зарабатывал, но не очень-то. И она, в общем-то, тянула его на себе. И я ей сказала, ты сейчас брось своего мужа и поставь себе на шею другого, который тоже будет как бы сидеть на твоей шее и махать ногами. Но, знаете, любовь зла. И вот человек, который фактически забыл его, она забыла его, она два года выходила с трудом, выходила из этой любви, из этих отношений, забыла его. И тут он объявился, и все рухнуло. И она снова понеслась, сломя голову во все эти, во все тяжкие. И опять стала с ним, вернула с ним отношения. И на самом деле, очень серьезно, в принципе, рассматривала ситуацию, что она уйдет от своего мужа, что она разойдет с своим мужем и станет жить с ним. При этом понимая, что она должна быть сильно ухудшить свою финансовую ситуацию, потому что здесь в Канаде такие законы, что если жена зарабатывает больше, если люди разводятся, совершенно не важно, это мужчина или женщина, тот, кто зарабатывает больше, должен платить алименты тому человеку, который в браке зарабатывал меньше, но имел какой-то уровень жизни за счет того, что партнер хорошо зарабатывал. А на тот момент их дочка уже выросла, то есть речь об алиментах ребенку не шла, тем более, что дочка бы, скорее всего, ушла с ней. Но здесь не важно даже, не важно дети, даже если у вас нет детей, но вы живете в браке, и не важно, если вы даже женщина, но ваш муж зарабатывает меньше, чем вы, если вы разводите с своим мужем, муж может потребовать от вас алименты на его содержание, потому что его финансовая ситуация намного ухудшилась из-за того, что вот жена развелась и теперь ушла от него жить. Ей бы пришлось платить алименты своему мужу и еще как бы содержать вот этого, немножко содержать этого мужичка, который зарабатывал так себе не очень много. И, в общем-то, на самом деле все это длилось еще несколько лет, вот эта страшная любовь, ее страдания, мысли, скитания и так далее. О том, что, в общем-то, она совершенно всерьез собиралась уходить от мужа, и было много ситуаций, много разговоров на эту тему, что, как, чего, куда. И я вам хочу сказать, чем все кончилось. Кончилось все хорошо, на самом деле. Кончилось все тем, что она осталась с мужем, и она не ушла от мужа, и она осталась, разошлась с этим мужчиной. И вы знаете, что я вам хочу сказать, что произошло на самом деле то, что, как бы, имея с ним отношение во второй раз, на более трезвую голову, потому что ей тогда было под 50 уже, в отличие от того, что в первый раз ей было 35, и находясь над рукой социальной позиции, находясь над рукой социальной лестнице, как бы, и вот это различие между ними теперь произошло в обратную сторону. То есть, если первый раз она такая была девочка, которая смотрела на него снизу вверх, открывший рот, то тут, как бы, ситуация оказалась обратной. И, имея более здравые мозги, в более взрослом возрасте, она поняла, что это не ее человек. Вот вы знаете, как странно, да? Все-таки возраст к любви имеет очень большое значение. Возраст, жизненный опыт. Потому что первый раз, когда они были в отношениях, которые длились тоже два года, она не смогла понять, что это не ее мужчина, несмотря на много красных флажков, что называется. А когда она, так сказать, была с ним в отношениях в более взрослом возрасте, те же два года у них длились отношения, второй раз, она смогла понять, что это не ее человек. Именно потому, что она изменилась. Изменилась ситуация вокруг нее. Изменилась жизнь. Ну, и я думаю, что изменилась ее взгляда на жизнь. Она повзрослела, она поумнела, безусловно. И, опять же, со своей социальной ступени, глядя на него, она, в конце концов, поняла, что, ну, ничего в нем нет такого, что, из-за чего стоит вот рушить свою семью, менять свою жизнь полностью, в общем-то, испытывать какие-то финансовые трудности. В общем-то, как вы понимаете, тем более, опять же, посмотревши уже на своего мужа, проживши с ним долгую жизнь, она мне сказала тогда, ты знаешь, я не могу с ним развестись, потому что мы прожили столько вместе, мы столько прошли вместе, мы вырастили дочь, мы пережили вот эти две эмиграции, потому что они тоже жили в Израиле, потом они приехали в Канаду. И глядя с высоты моего возраста сегодня на нашу жизнь, я понимаю, что мой муж, в принципе, несмотря на то, что он зарабатывает немного, несмотря на то, что он, в принципе, ну, какой-то вот таким прицепом при ней все время прожил в Канаде, он хороший человек, он спокойный, уважительный, он помогает мне дома, он, в принципе, довольно, в общем-то, я с ним живу, спокойную, хорошую жизнь. Зачем я сейчас буду, брошу его, уйду к человеку, с которым я, который один раз уже как бы предал меня, то есть как бы муж ее никогда не предавал, а этот, в общем-то, была уже ситуация, что он фактически бросил ее и предал. И вот сейчас, как бы на старости лет, я уйду от человека, с которым я живу всю жизнь, который ничего мне плохого не сделал, к человеку, который, да, мне сделал плохо один раз в жизни. И неизвестно, как все сложится, потому что вот в таком возрасте начинать новую жизнь и привыкать к новому человеку, это очень-очень сложно, когда ты уже как бы сложившаяся личность, и он сложившаяся личность, и все начинает с нуля, и снова начинает жить вместе, и снова вот эти все страсти, и обкатка, и так далее. Короче говоря, кончилось так, как кончилось, она с ним рассталась, стала жить с мужем, в общем, все у нее хорошо сейчас в жизни. Это уже тоже было какое-то пару лет назад. В общем, короче, такая вот история, очень интересная, на мой взгляд, очень поучительная, очень показывающая о том, что наша жизнь непредсказуема, и все в этой жизни может быть, и полно сюрпризов, и вообще как бы к жизни надо подходить философски, и смотреть на нее с точки зрения вот каждого периода. То есть любые события нашей жизни, разные периоды как бы нашей жизни, при разном возрасте, они выглядят совершенно по-другому. В молодости она была готова расстаться с мужем и жить с ним. В более зрелом возрасте она уже поняла, что совсем-совсем все по-другому, и жизнь выглядит совсем по-другому. Все, девочки, длинное видео. Я очень извиняюсь, но такая история, конечно, длинная. Я там еще вплетала всякие эти самые пояснения по поводу там работы, иммиграции и так далее. Люблю, целую, увидимся в следующем видео. Пока-пока, с вами была ваша Дитя из Канады. Пока-пока, пока-пока.